День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, поправим на Фрэш Форекс. Сегодня на 4, 30 июля, и мы начинаем вебинар «Ежедневный оптор валентного рынка». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Поставьте пожалуйста плюсы в чат. Благодарю за обратную связь. Начинаем наш вебинар, как обычно, с календаря событий. Сегодня у нас два интересных отчета. Будут они опубликованы в американскую торговую сессию. В 15 ровно по Москве мы получим предварительные данные по инфляции в Германии за июль. Июль еще не завершен, у нас завтра последний день в июле, но вот уже данные предварительные подсчитаны по инфляции в Германии. И также сегодня очень важный индикатор. В 15-30 по Москве, УВП, США за второй квартал. Начнем наш обзор с пары евро-доллар. Накануне у нас стояло в состоянии педрезерва. Мы с вами говорили накануне на нашем вебинаре в среду, что в целом рядуика будет повторять выступление Джанет Йеллен, которое было в Конгрессе 2 недели назад. И в целом так все у нас и случилось. Мы с вами говорили накануне о том, что у нас есть один позитив, один негатив для педрезерва. Позитив это то, что снижается безработица, то есть ров занятость и ров на рынке недвижимости. Движимость – важный сектор в американской экономике. И также есть негатив – это замедление инфляции в среднесрочной перспективе за счет исходящего проекта по рынку нефти. И вот мы вчера с вами говорили о том, что необходимо все-таки понять, на чем будет фокусироваться педрезерва, на чем они остановятся – либо на себе занятости, либо на замедлении инфляции, которые мы увидим в среднесрочной перспективе. Прямо это увидим, безусловно, потому что нефть очень быстро идет вниз. Но здесь по районам не остановилось абсолютно ни на чем. Они отметили то, что на рынке туда наблюдается прогресс, а вот в инфляции этого прогресса пока что не видно. То есть вы понимаете, как хотите, и они не делают упор ни на занятость, не делают упор на смедление инфляции. То есть они пока что в раздумьях, и также было отмечено то, что в сентябре предстоит ровный вывод. То есть либо ставку в сентябре повышать, либо предложить повышение в его следующем заседании. То есть вчера однозначно нам сказали, что будет повышение или не будет. И в целом, если посмотреть на то, как реагировал рынок, то рынок реагировал укреплением доллара по большей части. Но это укрепление было не синхронное. То есть где-то доллар укрепился очень сильно, допустим, по отношению к евро. По отношению к фунту там было гораздо менее сильное укрепление. Очень слабое укрепление было в британской валюте. И также было сильное укрепление в фунтской иене. То есть не было какой-то сильной реакции. И если посмотреть на сегодня, что мы сегодня можем увидеть, то сегодня в целом мы можем увидеть продолжение этой динамики, которая у нас была накануне после оглашения новых евро-долларов. То есть сейчас у нас пара евро-долларов будет под небольшим давлением находиться до данных ОВП, которые будут обновлены в 15.30. То есть до 15.30 мы будем право снижаться по паре евро-долларов до уровня поддержки 1.09.15. Это у нас сегодня первая поддержка. И вот в эту область можно ожидать снижения 1.09.15 – 1.09.25. У нас в текущем сроке 1.09.58. То есть пара евро-доллар может подниматься в небольшое снижение на 30. Затем уже все будет зависеть от того, какими у нас были данные ОВП США за второй квартал. Здесь в целом большинство индикаторов указанных опрос, что сегодня у нас не будет в данных лучших концепцию прогноза. То есть либо концепцию 2.6 квартальных прирост, либо, допустим, 2.5 чуть хуже. Потому что самый главный индикатор, который неволе эффективно позволяет оценить динамику бизнес-цикла – это промышленное производство. Промышленное производство демонстрировало сначала замедление, затем умеренный рост. То есть не было сильного роста, не было ускорения этого роста. И, соответственно, здесь трудно рассчитывать, что у нас будет ОВП на уровне 3% и выше. Но с другой стороны все может быть. Поэтому здесь все-таки лучше необходимо дождаться непосредственно отчета в 15.30. То есть до 15.30 евро будет плавно двигаться вниз. Причем сильных распродаж не будет, потому что у нас наблюдается стабилизация на рынке нефти. Накануне вышли данные по запасам сырой нефти в штатах. Эти запасы у нас сокращаются. То есть спрос присутствует. На минувшем деле запасы сократились. И, соответственно, мы наблюдали стабилизацию на рынке нефти. И пока, что сейчас рынок нефти будет дальше стабилизироваться. Потому что мы с вами уже говорили накануне, что подошли мы по тренд в область сильной поддержки. 52-75 лет ее раскачили. Здесь некоторая фиксация прибыли еще будет продолжаться у группных участников рынка нефти. И также здесь будет некоторая стабилизация, чтобы затем набирать позиции в этой стабилизации и затем двигаться дальше. То есть по-прежнему тренд по нефти нисходящий. И он будет продолжаться. Я думаю, в августе мы уже увидим снижение либо на 50 по брендам, либо даже ниже. Август и май такие месяцы напряженные, что для доллара, что для рынка нефти. Здесь очень сильные движения очень часто бывают. И мне кажется, в этом году все будет повторяться. Потому что в мае мы уже увидели разворот по нефти. До мая месяца была коррекция. И затем в второй половине мая был разворот, и мы пошли снижаться. И сейчас, я думаю, в августе мы увидим снижение, либо на 50 по брендам, либо даже ниже. И, соответственно, это еще будет оказывать давление на евро и позиции для доллара. Но это уже будет в августе. Пока что в ближайшее время, я думаю, сегодня мы еще будем находиться в апплете по нефти. Потому что будут набирать позиции, спешить никуда не будут. И тогда уже позиции сформируют, затем пройдет вниз. Поэтому этот плет по нефти, он позитивен для евро. Но с другой стороны, здесь наблюдаются у нас негативные данные на долговом рынке. Если посмотреть на низкие отходности, то они снижаются как бумагам американским по отношению к американским трежеристах, так и по отношению к британским бумагам. Но получается долговой рынок сейчас тянет евро вниз. И в этой связи можно ожидать, что мы как раз и будем плавно снижаться в области 1.09.15, 1.09.25 до американской сессии. И там уже здесь необходимо посмотреть на выход данных из США. Здесь тоже не все так однозначно. Даже если, допустим, мы увидим данные на уровне прогнозов 2.6, то доллар вполне может укрепиться, потому что, допустим, если рынок сейчас настроен за доллар, а доходности двух лет дней накануне после ФРС снижались умеренно, когда ФРС объявили о том, что в сентябре предстоит трудный выбор, то есть они по-прежнему в сомнении, повышать ставку или нет. Получается, если в ФРС в сомнении, значит, грубо говоря, рост экономический в Америке дупый, потому что никакого роста нет. Потому что если они боятся повысить ставку на 0.25, значит, там еще все далеко от идеала, там очень много проблем. Это я к тому, что, получается, если смотреть на официальную статистику, все неплохо в Америке, но вот если вдуматься уже непосредственно, что у нас происходит в Америке, почему они боятся ставку повышать, то есть, возможно, где-то статистику у нас подрисовывают, но с другой стороны, мы с вами ничего сделать не можем, нам приходится торговать то, что мы видим, вот такую статистику видим, как и торговать приходится. Поэтому ФРС пока что в раздумьях, и на этом фоне вчера у нас двухлетники пошли вниз сначала. Двухлетние доходности отражают ожидания по ставкам ФРС. То есть, если доходность в двухлетних рамках растет, значит, ставка будет повышена, присутствуют такие ожидания, и, соответственно, наоборот, доходность снижает, ставка будет пониже. Так вот, доходность сначала пошла вниз, а вот сегодня уже, как только традиционный рынок в Америке вновь открылся после перерыва на клининг, это было ночью у нас по Москве, и затем уже в Азиаску сессию рынок накопился, то сейчас доходности в Азии росли, сейчас в Европе также наблюдаются рост, то есть двухлетники пошли наверх по доходностям, значит, рынок начинает настраиваться позитивно, что, возможно, все-таки ФРС будет получать ставки именно в сентябре. И вот мы видим рост доллара, и здесь региональный проговорок в целом против евро, и поэтому здесь, получается, ожидает сначала снижение на 0.915-0.925, и затем уже лучше позиции закрыть по этому снижению пары евро-доллар, и затем уже непосредственно в 15.30 смотреть на отчет, и здесь даже интересен отчет, в большей степени реакция на него. То есть если мы отчеты увидим лучше, чем концептус прогноз, то доллар будет дальше расти, тогда уже сразу там 15.31 или уже 15.30, если вы успеете, то можно дальше продавать пару евро-доллар и будем снижаться уже в области 1.0860-0.845. Если, допустим, отчет будет на консенсусе 2.6 или чуть позже, 2.4 или 2.5, то есть здесь необходимо подождать полчаса до 16.00 по Москве и посмотреть на реакцию, потому что вполне мы даже можем на таком отчете также пойти дальше на укрепление доллара, потому что если рынок настроен позитивно по доллару, он даже на выходе умеря таких негативных данных все равно к доллару будет укрепляться. Поэтому здесь все зависит от того, как у нас настроение на рынке, поэтому сначала ожидаем снижение, а затем уже смотрим на отсчет. Если в 15.30 данные лучше консенсуса, дальше шартим пару евро-доллар, если данные хуже консенсуса, немного хуже, тогда уже смотрим за реакцией. Если доллар продолжает укрепляться, тогда вновь продаем пару евро-доллар. Если начинается отскок, значит здесь лучше тогда ничего не делать, потому что отскок тоже будет такой небольшой и дальше будет нет. То есть тренда явного тоже здесь не будет. Потому что в целом пока что рынок настроен за американский доллар, но необходимо все-таки уже с подтверждения, и хорошо бы если это подтверждение было в виде позитивного отчета по ВВП США за второй квартал. Но вот с учетом встава динамики производственного сектора трудно ожидать, что этот отчет будет позитивным, очень позитивным. и так далее. Такой звук у всех или у минулокалбега. Сергей, уточните, пожалуйста, что за звуком крепит или другие трудности? Сейчас попробую подрегулировать качественный звук. Уважаемые коллеги, напишите, вот сейчас помещаем громкость. А сейчас выберем. Так. Попробуем немного поднять. Здесь микрофон. Сейчас как? Слушно? Хорошо или тоже не очень? Так. Клупо. Что-то у нас все проблемы со звуком. Сейчас попробую настроить. Разберем небольшую паузу. Так. Как-то у вас было такое новое исправлять. Сейчас попробуем вас исправить. Расстроить громкость. Так. Вот так лучше или... Да, сейчас она попробует перезайти. Да. 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 Готовный. Ну, это лучше. Да. 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 Ну, это было лучше. Уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, еще раз так. Как же? Лучше? Хуже? Так. Уважаемые коллеги, Если что-то опять будет плохо, тогда уже сообщайте мне обязательно в чат. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. Чем активируется дальнейшее падение нефти? Только Иран, Илья, благодарю за вопрос. Нет, не только Иран, в первую очередь, даже не Иран, а в первую очередь, это ОПЕК и Российская Федерация, которые являются двумя крупными игроками на рынке нефти. ОПЕК – это игрок номер один, Российская Федерация – это второй игрок, и, соответственно, оба игрока наращивают добычу. И в этой связи… Так вот, вернемся к нефти. Если они наращивают добычу, значит, это все негативно для цен на нефть, потому что продолжение увеличивается, спрос остается либо тем же, либо он даже будет снижаться, потому что в Китае начинается замедление экономического роста. То есть тот бурный рост, который наблюдался в Китае в последнее время, он уже сводит на нефть. То есть, конечно, в Китае спада экономики не будет, но будет уже ВВП расти не этими гигантскими темпами, которые наблюдались ранее. И, соответственно, здесь будет тоже небольшое снижение спроса на нефть. Соответственно, предложение это высокое, спрос немного снизится, плюс доллар упрепляется, и эти факторы негативны для рынка нефти. И также, в целом, хотелось бы отметить по рынку нефти, что рынок нефти, он у нас движется, не только рынок нефти, а целый товарный рынок, он у нас движется 9-летними циклами. Здесь 9 лет роста, 9 лет снижения, 9 лет роста, 9 лет снижения. Конечно, не вот прям, что ровно приобретут, 9 лет, денег 9 минут в минуту, там плюс-минус небольшое отклонение, может быть 8,5 лет, может быть 8-10 месяцев. Ну, 9 лет примерно, бывает 9-1 месяц, то есть 9, да, плюс-минус отклонение, ничего у нас такого в мире нет. И вот если посмотреть, у нас до этого был 9-летний рынок рост товарный, в 2017 году случился разворот, что по золоту, что по, не по золоту, а по нефти, по другим товарам. И здесь в целом товарный рынок развернулся, потому что товарный рынок в Сербии учитывает в себе 19 групп сырьевых активов, но вот товарный рынок в Сербии он развернулся в 2008 году. И получается, в 8-й год плюс 9 лет, получается, в мае был разворот, в 8-м году по Сербии товарному, то получается, в мае 17-го года будет много разворота, и мы уже пойдем на 9-летний цикл роста, то есть постепенный рост котировок, главный рост там и золота пойдет, куда-нибудь на 2,5 тысячи долларов за лодку, может быть даже на 3 тысячи нефтом на 150-200. Получается, вот где-то в начале 17-го года будет окончание происходящего движения такого долгосрочного, и там будет разворот. В целом, это вот если смотреть цикл товарного рынка, если посмотреть на фундаментальные факторы, то здесь тоже все указывает на то, что будут снижаться продажения очень много, и они по-прежнему увеличиваются каждый месяц. Опеек, вроде бы, говорили, что увеличивать не будут, но все равно увеличивают. Квоты нарушают те, которые были согласованы на июньском заседании, то есть они даже не выполняют все свои обещания. И также необходимо отметить, что если посмотреть чисто по технике, на такие дневные или дельные графики, там у нас все указывает на то, что тоже будет тестирование минимального значения 2008 года по нефти, то есть по бренде 35 долларов. То есть долгосрочные технические факторы указывают тоже на это, коммунитарный фактор указывает на это, ну и 9-летний цикл сырьевого рынка указывает тоже на то, что разворот, если будет, то где-то в начале 17-го года, в конце 16-го. Но, по крайней мере, не 15-го. Поэтому здесь, получается, вот такие тенденции нас ожидают, поэтому и в этой связи получается рынок нефти по легкий низкий. Перейдем к обзору пары фунт-доллара. Сегодня у нас... Так, может, не надо растягивать экран, звук все равно, как у дочки. Понятно, через раз. Сергей, вы думаете, что это связано с растягиванием экрана? Я думаю, что здесь это связано с именно громкостью. Возможно, сегодня будет небольшие технические трудности возникли. Стараюсь их обязательно сегодня решить. Но это не связано с растягиванием экрана. Мы экран развернем, мы затем через некоторое время вновь сделаем доступный чат, чтобы высказать свои вопросы непосредственно. Что касается пары фунт-доллара, то сегодня, на мой взгляд, здесь можно ожидать вначале небольшого укрепления британской валюты. И в целом это будет выглядеть именно как плет, то есть плет между уровнями 55-92 и 56-25, то есть чуть выше можно сходить, 56-25. Но в целом пока будут стоять два плет и два американских сессий. А там уже в Америке, как я уже говорил, смотрим на то, как у нас выйдет ВВП. То есть пока что получается, с учетом всех индикаторов макроэкономических, ВВП как раз и будет 2.5 и 2.6, как у нас предполагает консенсус прогресса. И поэтому, если ВВП выйдет на таком уровне, здесь необходимо уже посмотреть на реакцию. То есть как рынок это воспримет. То есть если рынок посчитает, что это хорошо, лирканская экономика восстановилась после первого банка, когда рынок вправил вот это восстановление, крупные участники рынка будут набирать позиции по доллару, тогда у нас пара фунт-доллар пойдет вниз. И в целом здесь за это факт указывают еще то, что накануне мы у нас подросли в область 56-70, и у них это не вербит. То есть получается мы уже четвертый раз тестируем эту область, четвертый раз от нее отбиваемся, получается на 56-70 в этой области есть крупные продавцы, или крупные продавцы, может быть и даже много, которые продают пару фунт-доллара, и в этой связи получается, можно сделать вывод, что эти крупные продавцы, они пришли надолго, у них большие объемы, и соответственно здесь можно ожидать, что это движение будет очень сильно по времени, то есть в течение нескольких дней, или возможно даже в течение нескольких недель. Поэтому для того, если у нас все это подвергается сегодня статистикой штатов, то это все будет крайне позитивно, когда мы получим очень сильный сигнал, и когда можно будет смело шарфить британскую валюту, и британская валюта будет очень сильно снижаться. Как я уже говорил, рынок нефти у нас стабилизировался, сейчас 54-19 уже котировка по бренду, и это все тоже позитивно для британской валюты, плюс здесь на долговом рынке доходность британского влага подрастает к немецким бандам, а к американским трежерис, здесь же у нас плат, никаких изменений сильных нет, плюс-менее небольшое отклонение. Получается, по паре пол-долларов сейчас будет флет, и флет, как я уже говорил, 55-92, 56-25, может быть даже 56-40. Пока что мы не стоим в лейном флете до американской сессии. Ну а там уже в Америку, как я уже говорил, смотрим на отчет 15-30, если он лучше консенсуса, допустим 2,8, 2,9,3, тогда уже сразу можно шарфить, а британская валюта пойдет вниз. Если, допустим, 2,5-2,6, тогда необходимо подождать полчаса, посмотреть, как этот рынок вострит, потому что здесь может быть все что угодно. Допустим, может быть 2,5, и тогда рынок пойдет наверх против доллара, когда сколько будет рубляться. Или наоборот, рынок может пойти вниз, то есть здесь непонятно, какая может быть реакция, потому что Фидер изверг сказал нам накануне о том, что в сентябре стоит тяжелый выбор, то есть они по-прежнему не уверены в том, что в сентябре необходимо повышать статус. То есть вроде бы все к этому предполагает. Они указали накануне о том, что заработать сильно сокращается, занятость растет. Мы с вами тоже об этом говорили, что у нас будет заработать 5,3 в последнем отчете, было до уровня 2008 года, минимальный уровень за последние 7 лет, это все позитивно для экономики. Но вот инфляции будут замедляться, ПРС все это тоже понимает и вот соответственно они указали, что это предстоит тяжелый выбор. Поэтому сейчас необходимо посмотреть, как же рынок настроен. Настроен ли рынок на то, что ПРС будет повышать ставки, соответственно доллары будут прекратиться, или же рынок настроен на то, что это заберение инфляции будет негативным для доллара, ПРС, ставки получаем не будут в сентябре. Отложка разговора до декабря и соответственно мы увидим снижение по доллару. Поэтому сегодня до американской сессии плат, и затем уже будем из него выходить и смотрим в 15-30 на отчет по УВП США за второй квартал. Уважаемые коллеги, задавайте пожалуйста свои вопросы по паре по доллару, я на выставки отлично отвечу. Если только одно скорость по УВП был снижен 2,1, вероятно, если сегодня цифра будет выше 2,1, то это будет уже позитивный фактор. Влад, благодарю за вопрос, благодарю за комментарий. Что касается весной, в 2-й снизу прогнозов, здесь прогнозы были имеются в виду не в квартале, а в годовом выражении 2,1, то здесь еще необходимо понимать, что у нас не только данные с 2-й квартал, а то необходимо посмотреть, что будет в 3-м квартале, в 4-м, то здесь еще достаточно рано говорить, будет ли это позитивно или нет. С одной стороны, если посмотреть, как сейчас у нас концептус, 2,6 квартал, если сегодня у нас так и будет, то это получается в годовом исчислении также может быть 2,6, если у нас ничего сильного негатива не будет по итогам 3-4 квартала. Но здесь необходимо помнить, что револьвация доллара, она негативно сказывается на экономике, и здесь существует временной лад, то есть с запаздыванием по времени, допустим, доллар начал расти год назад, летом, и вот здесь с опозданием начинается реакция на американскую экономику, и получается как раз, что в 3-м, 4-м квартале мы увидим негативный эффект именно от употребления доллара. Поэтому здесь тоже получается, что наиболее уже эффективно можно будет смотреть на это все события уже, когда мы получим отчет о 3-м квартале, потому что в 3-м квартале уже мы вполне можем и не увидеть сильного роста, может быть увеличить, допустим, рост на 2%, или даже, допустим, полтора. Поэтому здесь Пресс говорила вот именно о годовом, но пока что да, вот, если сегодня 2,6, тогда это все будет неплохо. Поэтому я и говорю, что здесь необходимо посмотреть, вот даже если 2,6, как рынок у вас перестает позитивно или негативно, рынок также может запросто это оценивать как позитивный фактор, и тогда мы будем укрепляться. И тогда вроде бы данные, допустим, могут даже выйти 2,5, чуть хуже консенсуса прогноза, но, тем не менее, доллар будет укрепляться. Поэтому здесь лучше посмотреть на реакцию рынка, скажем так, что уже в итоге рынок захочет выбрать, укрепление доллара или его ослабление. Но даже при позитиве пара может вырасти. Если у нас будет сильный отчет по ОВП, то есть выше консенсуса, то я думаю, пара не вырастет, пара будет снижаться, потому что есть крупные продавец или крупные продавцы на 56,70 по паре фунт-доллара. Четыре раза мы от этого уровня отбиваемся, и в этой связи получаются эти большие продавцы, они настроены на то, чтобы пару фунт-доллар опустить. То есть они набирали позиции в этой области, как только 56,70 подходит, значит, ордер обрабатывается, мы идем вниз. Затем опять у нас 56,70 подходит, ордер обрабатывается, мы идем вниз. И получается, опять размещают ордер на 56,70 на продажу, рынок туда идет, и опять мы идем вниз, и получается, значит, тоже пойдем вниз. И сегодня вполне возможно, что мы увидим сильные снижения, вот если все будет, значит, неплохо на ОВП США. Уважаемые коллеги, перейдем на следующий нашей валютной паре, пара доллар-японская иена. Здесь, на мой личный взгляд, до американской сессии можно ожидать роста фиксировок в область 124.45, то есть в область первого уровня сопротивления. Пока что все факторы в целом указывают именно на это, потому что спрос на рисковые активы, хоть и умеренный, но все же присутствует сейчас. И это все позитивно для пары доллар-гена, показы давления на генов, потому что выбирают сделки корритрей. И у нас поскольку уровень сопротивления в ближайшем 124.45, там сильная область сопротивления, можно ожидать, что именно в эту область мы исходим, но там уже также необходимо смотреть на данные по ОВП США. Там в область сопротивления очень сильный, вполне может там опять в эту область консоризироваться у нас в ОВП. Если же данные будут хорошие, 15-30, то есть лучше консенсус, пока что все макроэкономические индикаторы должны на то, что лучше консенсуса не будет. Но все же, если, допустим, у нас что-то будет лучше, допустим, там 2.7, 2.8, тогда мы можем проскочить этот уровень с 124.45 и пойдем уже на 124.92. То есть до американской сессии получается рост котировок в область 124.35 и 124.45, затем уже позицию лучше закрыть и посмотреть, что у нас будет именно в 15-30. Если все будет хорошо, то дальше рост продолжается и тогда уже 24.92 и цена Амбус 125.85 максимум с будущего года. То есть по-прежнему здесь все в целом позитивно, по паре доллар-японская иена. И если посмотреть на отметки, то здесь тоже у нас получается вот этот флэт, который у нас подбирался в последние две недели, это флэт указывает набор позиций и получается мы дальше пойдем наверх на новый максимум с будущего года, но с другой стороны, может быть еще позиции до конца не набрали и у нас еще будет некоторый этот флэт, будем стоять некоторое время, потом пойдем наверх, уже вазы. Возможно уже сегодня все позиции наберут, если данные по ВВП будут хорошие на 15-30 и тогда уже позиции будут набраны и тогда пойдем сразу же вверх и будет хороший какой-то проект наверх по паре доллар-японской иена. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре доллар-яна. Сегодня необходимо выпустить ниточие уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки 124.12, 123.74 и уровни сопротивления 124.45, 124.92. Хотелось бы сделать также небольшой анонс. Сегодня с нас, ровно по Москве, мы проведем математический вебинар, поговорим о техническом анализе, о трендовых индикаторах. Выберем наиболее эффективный трендовый индикатор и посмотрим, как же их используют в непосредственно в ручных ситуациях, как они работают у нас в последствии с наградой. Вот эти вопросы мы сегодня обсудим в 16 часов ровно по Москве на математический вебинар от Рады Музыка. Как долго может продолжаться реакция после заседания в ПРС? До несколько недель. Илья, благодарите, вопрос. Ну вот вчерашнее заседание, оно менее важное для рынка, потому что вчера у нас было очень мало комментариев сделано, вчера был такой итоговый коммунике опубликованный. Наиболее сильные заседания это те, когда у нас есть динамические отзоры, то есть конкуренция Жанет и Елен. Такие заседания у нас проходят 4 раза в год. Следующее заседание будет в сентябре, и вот уже на сентябрьское заседание реакция будет очень сильная. Она может быть от несколько недель и даже на несколько месяцев. А сейчас же реакция в ПРС, она по большей части, там, на 5 часов, до нескольких дней. Важные события в ПРС у нас будут еще впереди, и 17 сентября будет очень важное заседание, там все будут догадать, мы будем ПРС ставку повышать. Соответственно, если ПРС ставку повышает, доллар дальше растет, и если ПРС ставку не повышает, тогда это будет разочарование для рынка, когда разворот, и мы увидим ослабление доллара, и реакция тоже будет сильная. Поэтому 17 сентября у нас будет очень сильная реакция. Ну а вчера было такое, скажем, промежуточное заседание перед именно 17 сентября. Вчера заседание было менее важным, а гаранжировать по важности, то есть 17 сентября более важное заседание, чем заседание, которое у нас было на кармане. Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, то облагаю всем внимания, желаю всем успешной торговли, отличного настроения, и не забудьте, что сегодня у нас 17 ровно вебинар по техническому анализу, по брендовым инвестикаторам, и завтра вебинар в 10.30 по Москве ежедневный отбор валютного рынка. Еще раз я беру с клизмом, до новых встреч!